Остров Татышев, летняя студия, программа «Утро» на Енисее здесь. Доброе утро. У нас первый гость в нашей летней студии. Это Анастасия Кочарова, сотрудник Центра путешественников, и Екатерина Юдина, художница настоящая, будет нас учить сегодня рисовать. Мы, наверное, начнём, Андрей, а ты пообщайся с нашими гостями, узнай, у них всё, что есть. Ты давай, начинай рисуй. Мы сначала с Анастасией поболтаем, потому что, друзья, Анастасия организовывает очень интересные мероприятия по типу сбора людей и выхода куда-то в живописные места города Красноярска и близлежащих районов, чтобы пориксовать. Да, я правильно понимаю? Я могу держать. Спасибо большое. Да, вы всё верно поняли. Мы выходим в самые интересные места города и пригорода, чтобы запечатлеть то настроение, которое там поймают. Какие самые интересные места? Ну-ка, пару мест назовите. А вы знаете, я вам не всё назову, потому что у нас квест «Красноярский скетч», и чтобы на него попасть, нужно сначала отгадать загадку о месте встречи. Однако, в тех местах, что мы уже были, вы тоже можете побывать. Мы ходили на Таркашинский хребет, на Красный гребень. Это небольшой маршрут, доступен каждому, и когда ты приходишь, открывается невероятно красивый вид. А вот вы, Анастасия, сказали про загадку. Давайте попробуем... Ну, вот мне сейчас загадаете, а я попробую её отгадать. Что за место вы такое задумали, так скажем? Загадки у нас по скетчам художников, которых мы приглашаем. А, вот оно же. Да, их надо посмотреть, узнать. А Катя вот сегодня продемонстрирует один из них. Уже девушки начали рисовать. Не, а я думал просто, ну, как типа, типа, там, висит груша, нельзя скушать, и там это оп, и какая-нибудь грушевка. Такое тоже бывает. То есть, например, такая загадка. Это видовка на гремячей гриве, с которой мы хотим рисовать на пленэре, и с неё видно собакину речку, с неё почти видно Енисей. И это очень сложно. И я не понял вообще ничего. Я, потому что не ориентируюсь по этим местам, про которые вы говорите. Но я, так понимаю, узкоспециализированные такие места. А можно мы немножечко перебьём? Посмотрите, что у нас получается. Посмотрите. Ты сначала скажи, что вы рисуете. Мы рисуем дерево. Екатерина, покажите у вас, наверное, более наглядно. У нас тут очень необычная техника живопись акварели, акварели по сырому. И ещё Екатерина мне сказала, что в рисовании природы нужно использовать как можно меньше зелёного. Расскажите, пожалуйста. Да, в рисовании с натуры пейзажа есть три принципа, которые нужно учитывать. На самом деле их больше, и чем больше вы знаете, на что обратить внимание, тем лучше у вас получится. Но остальные, я считаю, три. Первое — это выбрать главного героя в пейзаже. Неважно, возможно, у вас там не будет людей. Главным героем может быть дерево, гора, может быть даже тень от дерева. Второй принцип — в тоне взять. Вот мы сейчас быстро пытались показать свет на дереве и тень. Мы небо пока не брали, но это тоже надо будет учитывать. И третий принцип — как можно меньше использовать зелёного цвета. Потому что если вы один раз макнёте в зелёную краску, вас она затянет, и весь рисунок будет... А можете показать свою картину, пожалуйста? У вас уже побольше нарисовано чего-нибудь? Я ориентировалась на весь тополь. А это уже действительно похоже на дерево. Это арт-хаус, я бы даже и так сказал, небольшой. Почему? Это очень реалистичное следодие. Ну, давайте я проиллюстрирую Настин рассказ. Места, в которые мы можем ходить. Это Таргашинский хребет. Вот здесь мотив растительный, да, сосна, дерево. А вот здесь вариант — это тоже Таргашинский хребет, но решено через натюрморт. Здесь туристический такой перекус. Это акварелью? Нет, это маркеры. Акварелью тоже синюю. Это натюрброд. Да. Там нарисовано, что делаете с людьми, которые не завтракали. Вкус еды на природе совершенно другой. Я решила вот это запечатлеть. Да, даже тёплое сало, оно вкусно на природе. Так, вот ещё. Так, сейчас найду. Можно, в принципе, даже собраться как-нибудь на столбы сходить, но если будут желающие, есть места на столбах. Давайте я вот это вот прикрою, чтобы вас не отвлекало. Есть места на столбах, в которые, в принципе, без подготовки, без скалолазных навыков, можно вот подняться. А расскажите, как часто вообще куда-то ходите, где узнавать информацию? Это сюда, это сюда. Вот здесь, ответственные. А мы давайте продолжим показывать картиночки. Мы ходим несколько раз в месяц. Следующий пленэр у нас будет городской, но тоже с природными мотивами. Вы легко отгадаете загадку. К этому месту ведёт пешеходный. Собор. Успенский. Успенский собор там. Да, мы здесь. И поэтому мы рады были ещё и утром выйти на пленэр, потому что 17-го числа всех приглашаем на такой природно-городской пленэр с художником из музейного центра «Площадь мира». Потом мы отправимся на гранитный карьер. Это тоже столбы, но это поближе к городу, и не надо много времени уделять на поход. Можно сразу прийти и рисовать. Так, Анастасия, давайте ещё раз. Пароли, явки, позывные для всех желающих, кто хочет принять участие в вашем перформансе. Дату, время и место сбора. 17-го числа в 18.30. Да, это уже 17-го июля. В 18.30 следующий пленэр. У нас он такой «Пикассо пленэр» получается, потому что мы будем рисовать в технике примитивизма. Да, нам покажет Александр Закиров, как это можно сделать. Что нужно сделать? Нужно найти квест «Красноярский скетч» в центре путешественников и зарегистрироваться. Всё максимально просто, друзья. Так что присоединяйтесь к этому движению. Я тянулась, я пойду обязательно. Рисуй, рисуй, дорогая, рисуй. Втягивайтесь тоже, как и Сонечка. Присоединяйтесь, отвечайте на вопросы, путешествуйте. Занимайтесь живописью. И, Соня, пожалуй, я тебя отвлеку. И представь, пожалуйста, наших гостей ещё разочек. С удовольствием. С нами были Анастасия Кочарова, сотрудник центра путешественников. И Екатерина Юдина, художница. Очень талантливая, которая прекрасно рисует бутерброды с салом, между прочим. Вот что, Сонечка, запомнилось, друзья. Девушкам говорим огромное спасибо. Спасибо, девчонки, что пришли. Рассказали вот про такую интересную вещь. Мы же ещё, друзья, вам напоминаем, что совсем скоро у нас в студии окажется нотариус. И вы сможете по телефону прямого эфира 236-95-37 дозвониться и задать ему свои вопросы. Ну а прямо сейчас Игорь Костеньков познакомит вас с самыми интересными новостями. Игорь, ну давай, не томи уже, рассказывай.